Жить станет лучше, но придется немного подождать. Пожалуй, именно так можно одной фразой пересказать выступление главного омского экономиста Ольги Парфеновой. Директор профильного департамента мэрии сетует, что принятый в 2007-м план развития города имел реальные шансы сработать. И в 2025 году Омск был бы на пике своей социальной и экономической формы. Однако, заметные корректировки финансовой политики федерального центра вырудили сменить курс и местных чиновников. В результате городадминистрация будет двигаться к тем же самым целям, но более длинным путем. Мы оставили четыре цели, которые были, мы считаем, что они правильными. Это комфорт жизни, в него входят и детские образования, и культура, и спорт, и социальная сфера. Это городская среда, направление развития, конкурентноспособность городской среды. Конечно, это наша территория, это уборка, это спецтехника, это программы застройки. Локальные, красивые, это транспорт, это все городская среда. На вопрос, почему новая программа развития мегаполиса отодвигает наступление светлого будущего на целую пятилетку, чиновники отвечают, слишком много не успели сделать в прошлом, но обещают, что 12 лет им точно хватит, чтобы завершить работу. Например, улучшить инвестиционный климат в регионе. Ольга Парфенова заявляет, 71 место в общероссийском рейтинге – провал, но тут же спешит добавить более ярких красок. Дескать, если следовать предложенной мэром концепции быстрых побед или маленьких шагов, деньги инвесторов потекут в регион полноводной рекой. Предприниматели в общем и целом с позиции мэрии согласны, правда в оценках более сдержан. Ну, к примеру, там, снизить налоги. Да никто к нам не поедет. Не надо думать, как некоторые используют, как говорится, средства массовой информации, говорят, вот высокие налоги, поэтому отсюда убегают. Нет, люди хотят жить комфортно. Это основа, это основа. Почему у нас есть бегство, допустим, в другие страны? А почему едут? За комфортом едут. Люди хотят жить комфортно. Они хотят выйти на улицу, чтобы это было красиво. Они хотят видеть прекрасный центр. Так или иначе, спорить о том, насколько жизнеспособна концепция 2030, пока рано. Нынешние обсуждения, в котором приняли участие общественники, всего лишь второе. Впереди еще немало работы. В итоговую версию, многие проекты, вроде постройки еще одного моста через Омь, решение проблем с недвижимостью, обновление транспортной инфраструктуры и создание собственного бренда для города, могут и не войти. Теперь слово за активистами. До 24 числа представители округов должны направить свои предложения в мэрию. В ноябре документ поступит на рассмотрение в Горсовет. И только в конце декабря, если все сложится удачно, программу социально-экономического развития города начнут воплощать в жизнь.